Прошлый раз я давал адрес Макарова Алексея Ивановича, одного из наших волшебников. Одного из тех, кто рано или поздно, к сожалению, поздно попадет в учебники. А теперь он дал свой телефон для связи. Извините, я всегда настаиваю на этом именно я. Мы должны развивать мини-питомники садоводного любителя. Сейчас поймете почему. Значит, нам надо выживать, нам надо продолжать. Макарова один из тех, кто впереди планеты всей. Идем дальше. Что меня удивляет. Вот видите, вот эта фраза. Значит, у меня, когда первые 96 фальшивых питомников, фальшивых, прислал мне их координаты, виноградовых, тоже из тех садоводов, которые еще, к тому же, умеют и компьютеры владеть. Первая была 96 плодопитомников. У них были мои фотографии. Вот я потом до многих добрался. Оказалось, садов у них нет и быть не может. Вот. А потом мои фотографии украдены. Не у меня лично с интернетом, но фотографии мои. И вот когда попадается такой человек, у которого настоящий питомник, и самое главное, вот, он выращивает сад низколесенный. То, что вы смотрите, палка, это подставка. Подумайте, что это штамп у дерева, вот там, где его левая рука. Это подставка, подпорка. Самое главное, что садовод продают неискалеченные. Сейчас это величайшая редкость. Величайшая. На улице многие пережили, ну, 30, это уже в нескольких регионах. В большинстве регионов 30 до 40. В большинстве, подчеркиваю, и где-то уже за 40. А где еще не успели, пожалуйста, завтра, поседавтра обещают в Владивостоке. А это берег Тихого океана. Там не должно быть таких морозов. Но будут. Уже пообещали. Вот. Это значит, что все, хватит колеса деревьев. И самое страшное, что при продаже, до продажи, прямо в питомниках, если кто-то умудряется еще не выращивать, каким-то чудом, правда, непонятно из чего таких роскошных садов, как у Макарова, посидят в России. Вот. Ну, тем не менее, из количества сажен participate легко. Но мы это будем проходить ниже. Вот это Алексей Иванович отдал должное Начались морозы Проходят морозы в Азии Туркменистан Нет, Туркменистан, не знаю Тиргизия Казахстан, Узбекистан Вот И, наверное, в этом году Вменьше Там вряд ли они, когда выращивают, вряд ли они прячут От морозов саженцы Вряд ли, все-таки теплые края Возможно, что все это Мертвой не только Плодовой почки на деревьях Во многих регионах Азии Возможно, там еще и саженцы померзли Вот, может быть Какое-то Как-то их давление На наш рынок упадет Но дело, что оставшиеся будут только дороже А настоящих Кто где взять, вот вопрос И вот он, Алексей Иванович Этого продукция Когда-то я Меня было бито Знаете, почему? Мне все как-то уже не заводят виноград Да потому, что мне 40 лет назад голову заморочили Первый и последний раз жизни Я поверил науке Первый и последний раз Вы знаете, что я ничего не вижу Вот Щипаю себя Не хватает у нас Ни дней Этих самых летних Не хватает Не хватает у нас Ни солнечных дней Именно солнечных Тепла не хватает Вот Именно солнца Винограду Слова Макарова Вот еще А вдруг наши придут Есть такой вариант Павиловцы не уйдут Это я пишу Они быстро станут Мичуринцами Даже Лесенковцами Видимо Где-то Перестройщие Года Нет Позже уже Где-то Лет 30-25 назад Вдруг Появилось Несколько публикаций Страшно Уже забыт Мичурин Уже Забыта Вегетативная гибелизация Уже забыто Все его приемы Там, например По Насыщению менторов Это же Классика Была классика Вот И вдруг А в всем виноват Мичурин Из-за Мичулина У нас стране Это Все ему там Миллиорации Ему присобачили Якобы Это Вот И главное Сказали Если бы он Не произнес Ту фразу Помните Фразу знаменитая Значит Мы не прави Ой Вот это Что я обязал Позориться Мы не должны Ждать милости От природы Мы должны Их Что там дальше Вспоминайте Вот Даже я Но это уже Прошли десятки лет И даже я уже Начал забывать Мы не должны Ждать милости От природы Взять их Наша задача Вот И вот Сказали Вот эта фраза Уничтожила Садоводство В России Как Это звучало С центрального телевидения Это была Публикация Кто-то Дал команду Добить Саму идею Потому что Мичуринцы Мичуринский метод Он же И должен быть Сейчас Применяться Да Вот У меня есть Сомнения Я не знал Ничего Про этот Метод Ни про что Потом оказалось Здесь согласен Здесь нет Здесь согласен Здесь нет Но Зачем была Вот команда ФАС Вот эта Это значит Что где-то Обида Еще какие-то Престарелые Академики Где-то Все-таки Пытались С ним Уже За очередь Второй раз Закопать Выкопать Его из могилы Вытрахнуть Из гроба А потом Еще раз Закопать Вот По пути Еще там Это Попинать И прочее Прочее Вот Это было Вот А вот этот Товарищ Вот этот Он имеет Право Говорить То что Он сказал Что пришла Пора Василковцам И Мичуринцам Прийти Теперь Буду думать Где их взять Ну Одну Сейчас Василковку Представлю Ой Люблю Поприкалываться Ой Люблю Итак Смотрим Сюда 51 52 Горный Алтай Там Где Помните Публикацию Там есть Районы Такие Где ниже Минус 20 Не опускается Горный Алтай Вот Мне приводили Факты Приводили Примеры Есть там Есть где 40 А где 20 То есть Благодатнейшее Место Как так Умудряется Горам Быть Места Где Нет ниже 20 Не знаю Но это Преподносилось Как факт Вот Теперь Смотреть На Пах Мы готовы К этому Что Где Было 20 30 Ну Хорошо 40 Стало 50 Вы готовы К этому Вот Так Конечно Они готовы У нас Есть два Врага У садоводов Конечно Мороз Нет Их больше Особенно Идиотская Технология Она должна Быть На первом Весте Да Но Мы Сейчас Говорим Про Исторон Это Морозы И Ураганные Вета Вот Когда Ураганный Ветер Проходит Через 2-3 Области Задевая Десятки Районов Огромных Районов У нас же Кажется Район Как По размеру Как Франция Знаете Вот Там В садах Городах Показывают Раздавленные Машины Убитые Люди Это Факт Упавшими Деревьями Вот Много Чего Разбито И Никто Не вспоминает Садах Хрупкие С Искусственными Штамбами По закону Архимеда Они не имеют Право Дергаться Потому что У них Вот Такой Рычаг Метр Полтора Вот Искусственный И все Это Гибнет Гибнет А мы Не знаем Но мы Знаем Одно А у Нашей Реон Это До сих Пор Существует Если Где-то Не Появились Это Как Раз Мои Друзья И Мои Ученики И Вот Получается Что Надо Что Делать Делать